Аудио про ауди Все началось с одного случая Право на любой автомобильной фирме вам поведают похожую историю Как однажды какой-нибудь барон Н встретил механика-самоучку М И они порешили По прошествии лет никто не возьмется утверждать Наверняка происходило что-то похожее на самом деле Или же сказанное плод чего-то богатого воображения Впрочем, кто из нас не увлекался историческими романами Александра Дюма Вальтера Скотта или Мариса Дрюона Во все времена летописцы немножечко приукрашали действительность Будем снисходительны к этой их маленькой слабости Так или иначе, красивые легенды обретали воплощение в красивых автомобилях Которыми мы восхищаемся и с удовольствием пользуемся Главные изобретения Аугуста Хорьха И так все началось с одного случая Немецкому инженеру, звали его Аугуст Хорьх Верховный имперский суд запретил использовать свою же собственную фамилию В названии автомобильной фирмы Все бы ничего, да в саксонском городе Цвикао, где предприниматель обосновался Уже действовала одна фирма Хорьх Причем только что самого Хорьха из нее выгнали Посчитали, что инженер чересчур увлекается гонками И мало внимания уделяет качеству серийной продукции Аугуст оскорбился, увел за собой половину сослуживцев И, понятно, новое дело тоже назвал Хорьх Развернулась судебная тяжба И вроде бы его сторона брала вверх Однако высшая инстанция рассудила иначе Лето 1909 года клонилось к закату В один из августовских дней Новоявленные акционеры собрались на квартире своего соратника Франца Фикеншера В тот момент они чувствовали себя настоящими заговорщиками Господа в распахнутых сюртуках, слегка разгоряченные Мозельским В котором Хорьх родом из Мозеля знавал толк Надо сказать, что к тому времени Аугуст Хорьх успел многое повидать Этот тщедушного вида господин покинул отеческий дом 15-летним и немало постранствовал Он приобрел навыки механика, поработал в конструкторском бюро в Мангейме у самого папаши Бенца А затем основал автомобильный завод Перевел его из Кёльна в Райхенбах А оттуда 10 мая 1904 года в Цвикау Предприятие именовалось «Аугуст Хорьх и компания» Завод автомобилей, акционерное общество С компаньонами, правда, не заладилось Вполне резонно, что когда 16 июля 1909 года он зарегистрировал в Цвикау новую фирму То тоже назвал ее в свою честь Автозавод «Аугуста Хорьха» — общество с ограниченной ответственностью Бывшие компаньоны оказались в доке в сутяжничестве У Хорьха осталась надежда на Верховный имперский суд К этому времени уже встал на колеса первый автомобиль новой конструкции Процесс в Верховном суде Хорьх проиграл Пришлось срочно созывать внеочередное собрание акционеров На повестке дня стал единственный вопрос Как теперь назвать фирму? Нельзя сказать, что фикендшеры, у которых собрались незадачливые акционеры, жили широко В углу той же комнаты сынишка фикендшера Генрих усердно зубрил латынь И, конечно, жаркие споры взрослых интересовали его гораздо больше, чем споряжение глаголов Попробуй позанимайся в таких условиях В какой-то миг юное дарование машинально перевело реплику одного из разгоряченных мозельским спорщиков «Да вы слушайте и другую сторону» Налад известной латинской поговорки «Audiatur et altera pars» И тут все вспомнили, что Хорьх не только фамилия, но и немецкий глагол «слушаю» Так родилась Марка Ауди Ее придумал ребенок Думаю, в тот момент от гордости его уши сверкали, вспоминая фразу из трех товарищей Ремарка, как церковные витражи «Обрадованные мы с большим удовольствием сели за чай», напишет потом Аугуст Хорьх в своих воспоминаниях Латынь, язык античных риттеров, был невероятно популярен в начале прошлого века Вспомним пистолет Парабеллум, название которого тоже является частью древней латинской пословицы «Хочешь мира? Готовься к войне» Что же касается германских автомобильных заводов, то среди них были и Дикси, я сказал А для Хорьха это был скорее вынужденный выбор Аугуст Хорьх происходил из евангелической семьи, жившей в окружении католиков Ему с детства хорошо были знакомы все недостатки католического воспитания Католики пели псалмы на латыни, евангелисты по-немецки И тем не менее фабрику назвали латинским словом И более того, на рекламных плакатах рисовали господина, карикатурно прикладывающего ухо к капоту автомобиля А что еще оставалось? Словом, после совещания на квартире Фикеншера Урби-эт-Орби, городу и миру, было извещено о рождении марки Ауди Хочется сказать еще вот о чем Это была особая общность Люди с бензином в крови не просто красивая метафора Эта характеристика служила своеобразным паролем Уравнивающим людей разных склонностей, достатка и профессий А как порой затейливо переплетались их судьбы Гонщик, а затем торговый агент Ауди в Дрездене Александр Граумюллер Послужил прообразом гонщика Розенбергера из романа «Три товарища» Эриха Марии Ремарка И впрямь фамилия настоящего спортсмена переводится с немецкого как «коричневый мельник», а вымышленного как «розовый горец» Их всех сдружили альпийские гонки Престижное соревнование на приз австрийского императорского автоклуба С чем можно сравнить альпийские гонки? Разве что с современным ралли Монте-Карло Высокогорные перевалы, где мотором остро не хватает воздуха Осыпающиеся обочины По правилам капоты машин-участниц опечатывались, а в каждой находился контролер Останавливаться и что-либо чинить запрещалось За это экипаж штрафовали Граумюллеру однажды подсадили чересчур дотошного контролера Обер-лейтенанта Граумюллер с трудом уговорил его не начислять дополнительных штрафных очков Из-за того, что на горном перевале у его Ауди лопнули сразу две покрышки Передняя правая и задняя левая На другой гонке в контролера вновь попался тот старший лейтенант И надо такому случиться В пути ему вдруг приспичило Тут-то Граумюллер и отыгрался Он напомнил исправному служаке параграф регламента Пенализирующий любые остановки в пути Впрочем, тут же разулыбался и остановился С тех пор офицер и гонщик подружились Сам Аугус Хорьх тоже гонялся На модели Ауди 1435 В 1914 он победил в альпийских гонках Это была уже третья виктория данной модели в этих соревнованиях После чего автомобиль был титулован альпинзигером Альпийским победителем Автомобиль отличался изящным лоткообразным кузовом черно-желтого цвета Цвета флага австрийско-венгерской империи И носил имя собственное Аннелиза Так звали жену Хорьха Этим автомобилем Хорьх очень дорожил Долгие годы Аннелиза служила ему верой и правдой Уже в 30-е годы, став членом наблюдательного совета Auto Union Август Хорьх получил служебный Хорьх А старушку Аннелизу передал в Мюнхенский музей Старейший технический паноктикум Германии Машина счастливо пережила бомбежки Ее и сегодня можно увидеть в транспортном отделе Мюнхенского музея Репортеров в ту пору занимал вопрос А что будет, когда на гоночных трассах встретятся Ауди и Хорьх? Они как в воду глядели Две компании, основанные Августом Хорьхом Действительно стали непримиримыми соперниками Точнее, Ауди бросилась вдогонку за Хорьх В 1913 году марку Хорьх уже хорошо знали в Европе Рекламная брошюра фирмы упоминала о поставках в Антверпен, Барселону, Санкт-Петербург, Москву В Крыму в Семиизе тоже кому-то приглянулся Хорьх И что же? Один из первых торговых агентов Ауди появился в Малороссии Обе фирмы, Ауди и Хорьх, ревностно следили за каждым шагом друг друга Вплоть до 1932 года, когда были объединены концерн Auto Union Под знаком четырех колец Первая мировая война способствовала технологическому прорыву В Европе началась массовая автомобилизация Она породила и новую схему взаимоотношений продавцов с покупателями Приобретение в рассрочку Фирмы, недостаточно прочно стоявшие на ногах и неспособные заручиться банковской поддержкой для обслуживания клиентов по кредитной схеме, погибали Ситуация усугубляла гиперинфляция, моментально обесценивающая капиталы вчера еще вполне процветающих буржуа Германию накрыла волна слияний и поглощений Казалось, этому не будет конца Из 71 производителя в 1924 году к 1928 осталось лишь 19 Четверку саксонских автомобильных, а также мотоциклетных и велосипедных заводов Собирали в концерн Auto Union, как в средние века собирали рыцарей на войну с сарацинами У Ауди хромированная вязь и гордая силуминовая единичка на пробке радиатора Символ первенства У ДКВ эмблема в виде рыцарского щита с полем зеленого цвета У Хорьх герб, увенчанный короной и роскошная носовая фигура Окрыленный земной шар Фирменный стиль Хорьх в 1924 году заказали профессору из Дрездена фрицу Бёму Интересно, что в кузовном бюро Хорьх работал скульптором почтенного возраста мастер Вильгельм Бём Сослуживцы подтрунивали над ним, обращаясь к нему профессор Эмблемой Вандерер тоже служил геральдический щит с бело-зеленым полем, как на гербе и флаге земли Саксония Принципиальная договоренность о слиянии этой великолепной четверки в концерн состоялась 29 июня 1934 года Рождалось объединение с третьим по величине капиталом в отрасли свыше 43 миллионов рейхсмарок На заводах концерна были заняты свыше 4500 служащих Символом сплочения четырех компаний после объединения стали четыре кольца с надписью «Алта Юнион» Такой значок закреплялся на радиаторной решетке автомобилей каждой марки, входившей в концерн Построишь машины всех четырех фирм в ряд и впрямь дружины рыцарей, всияющих на солнце доспехах с красочными щитами Только в данном случае противниками выступали могучий Адлер, Мерседес Бенц, Опель, противостоять которым поодиночке было невозможно До Германии докатилось эхо печально знаменитого американского «Черного вторника» Зимой 1932-1933 годов работу потеряли более 6 миллионов немцев В автомобильной индустрии уволили 60 тысяч человек Главным застрельщиком объединения выступал Саксонский земельный банк Его поддержкой заручился еще датский предприниматель Йорген Скафтер Асмусанд Когда в 1928 году приобретал контрольный пакет акции «Ауди Верке АГ» Собственно, тогда и было заложено основание будущего концерна Расмуссен был доком в таких делах До этого еще владея заводом ДКВ в Цшопау Он прибрал к рукам десяток различных компаний Государственный саксонский земельный банк охотно ссужал энергичного Расмуссена деньгами Собственно, ДКВ – это марка небольшого мотора «Дас Клайн и Уандер» – «Маленькое чудо» Расмуссен полагал, что неразумно замыкаться на каком-то одном виде деятельности Моторы, мотоциклы, холодильники, авиэтки К автомобилям предприниматель обратился по воле случая В 1927 году у него подвисла сделка с американским заводом «Рикенбеккер» По производству 6- и 8-цилиндровых двигателей Расмуссен едва не оказался банкротом И тогда он начал выпускать трехколесные развозные фургончики «Фрама» А затем и малолитражку ДКВ П-15 Решившему приобрести такую машину требовалось ежемесячно платить от 160 до 190 «Рейхсмарок» Что в этот момент происходило с «Ауди»? «Аугуст Хорьх» покинул совет директоров этой компании 21 июня 1920 года Но сохранил с собой место в наблюдательном совете Кстати, одним из крупнейших акционеров «Ауди» в ту пору являлся господин «Фикеншер» Тот самый, в тесной квартирке которого и родилось название фирмы Фирма выпускала модели проверенной конструкции и консервативной внешности Покупатель мог выбрать 4, 6 и даже 8-цилиндровый «Ауди» Финансовые трудности, постигшие компанию, едва не привели к ее объединению с «Хорьх» И тут подоспел Расмуссен Он выкупил долю второго крупнейшего акционера фирмы, Карла Леонардо И стал таким образом полновластным ее хозяином Наконец, Расмуссену удалось пристроить американские двигатели с их сомнительными преимуществами Такими как кривые дюймовые размеры Кстати, в этот период «Ауди» использовала даже 4-цилиндровые двигатели «Пежо» Просто настоящий моторный кризис Между прочим, едва ли не самым ценным вкладом в общее дело стали двигатели «Вандерер» Шестицилиндровые, рабочим объемом 1,7 и 2 литра В ноябре 1930 года завод заключил контракт с конструкторским бюро Фердинанда Порше На разработку автомобиля и семейства двигателей Одного шестицилиндрового и двух восьмицилиндровых Из-за кризиса заказ пришлось скорректировать В результате ограничились рядной алюминиевой шестеркой в двух исполнениях А также вариантом с компрессором Что касается самого автомобиля, то это был вообще самый первый проект нового бюро Порше Однако, чтобы придать больше значимости в глазах потенциальных заказчиков Порше присвоил этому проекту номер 7 Двухлитровые моторы, разработанные Порше для «Вандерер» Моментально начали использоваться на моделях «Ауди» К тому времени это были уже автомобили с приводом на передние колеса И с соответствующим названием «Фронт» Из-за конструктивных особенностей раннего типа переднего привода Двигатель устанавливался на «Ауди Фронт» задом наперед С коробкой передач перед ним Коробки передач «Ауди Фронт» и «Вандерер» V22 Тоже были унифицированы по многим деталям Этот опыт показался руководству концерна позитивным И он расширил внутреннюю унификацию даже на кузова Их поставлял берлинский завод «Амбибат» и «Дрэзенский Глейзер» Некоторые модели «Ауди Хорх» и «Вандерер» конца 30-х годов Было легко спутать, настолько они были похожи Кстати, собственная кузовная школа «Ауто Юнион» была сильнейшей в Германии О чем свидетельствуют факты Форм Геббер, то есть создатель облика многих Хорх Герман Арнс Перешел в «Мерседес-Бенз» А главу отдела кузовов Хорх Питер Шмановский И его заместители Герхарда Деллера В 1938 году переманили в только что образовавшийся отдел дизайна BMW Опыт разработчика первых автомобилей с цельнометаллическим кузовом DKV И «Ауди» Курта Швенко в 50-е годы пригодился «Форд» и «Фольксваген» И подобных примеров немало Между прочим, в своем романе «17 мгновений весны» Юлиан Семенов посадил советского разведчика Штирлица за руль Хорьха Величественный автомобиль с усиленным мотором больше соответствовал званию штандартенфюрера Чем выбраны создателями телесериала «Мерседес-Бенз 230» Множество автомобилей концерна «Ауто-Юнион» в качестве трофеев Второй мировой войны Достались офицерам стран антигитлеровской коалиции Победители дарили их друг другу, менялись, проигрывали в карты Спустя годы коллекционеры отматывают время вспять, пытаясь разгадать загадки истории За какую такую услугу главнокомандующий войсками Великобритании маршал Монтгомери просит советского маршала Рокоссовского передать некоему полковнику Рыбакову престижный кабриолет Ауди 920 с кузовом дрезденского ателье «Глезер» Полковничий автомобиль сохранился При нем документы А загадка осталась Предтеча Формулы-1 80-е годы Советско-финская граница Семейство Карасик после путешествия по СССР следует Финляндию Кемпер Митсубиси везет Пола Карасика и его жену Барбару, а также сына Алекса В Кемпере свалены детали по документам остатки послевоенного «Пежо» Господи, к чему крупному похоронному агенту из Нью-Йорка французские запчасти? На деле Карасик здорово рискует Везет двигатель, коробку передач и половину рамы от уникального гоночного болида «Ауто Юнион Де Тип» приобретенные им на одной из дач под Петродворцом В принципе, принять прецизионные детали за части от какого-то «Пежо» невозможно Но лицо таможенника не выражает никаких эмоций Бумаги в порядке, можете следовать И вот уже с затянутой околючей проволокой ничейная земля Финский пост Затем несколько километров семья едет молча Рискованная авантюра выгорела В Третьем Рейхе действовала государственная программа поддержки автоспорта Компаниям Daimler Benz и Auto Union выделялись крупные средства на разработку болидов для гонок Гран-при тогдашнего аналога современной Формулы 1 Болиды для концерна Auto Union проектировал легендарный инженер Фердинанд Порше Первая такая машина, окрещенная журналистами «Пи-Ваген» состояла из более полутора тысяч деталей 60 мастерам высочайшей квалификации потребовалось более полугода работы в три смены чтобы первый образец в октябре 1933 года смог выкатиться на испытания В отличие от болидов Mercedes-Benz машины Auto Union имели компоновку, как у современных формул с силовым агрегатом, расположенным продольно позади пилотского места Пора нам поближе познакомиться с нашим авантюристом Пол, точнее Павел Александрович Карасик, сын белогвардейского офицера до войны жил в Югославии и хорошо помнил тот понедельник, 4 сентября 1939 года когда белградские газеты вышли с шапками «Итальянский чемпион Нувалари, победитель Гран-при Белграда на автомобиле Auto Union» Это была последняя гонка тревожного затишья между мировыми войнами Польшу уже три дня утюжили танки вермахта и бомбили самолеты Люфтваффе В 1946 году Карасик перебрался в США, подальше от Титы и его непредсказуемых коммунистов В Америке у него жили дядя с тетушкой, так что проблем с гражданством не возникло В Нью-Йорке Пол познакомился с Барбарой, эмигрировавшей из Нижней Саксонии Вскоре чета разбогатела и увлеклась коллекционированием старых автомобилей Однажды, разговарившись в баре с каким-то поляком, Пол Карасик услышал о злоключениях Auto Union'ов Такое никого не могло оставить равнодушным, тем более если человек увлекался автомобильной историей С чего вообще началась эта яркая страничка автомобильной истории противоборства двух крупнейших автомобильных концернов Германии в автоспорте в 30-е годы? 12 октября 1932 года Всеобщая международная автомобильная комиссия установила единые положения об автомобильных гонках Впервые появилось понятие «формула» Машина обязана была весить 750 кг без горючего, баллонов и воды для охлаждения Спорт становился важным инструментом идеологии Гитлер выделил на автомобильный спорт полмиллиона марок, которые поровну делили концерны Mercedes-Benz и Auto Union Надо заметить, что заводские расходы на содержание гоночной команды доходили до 4 миллионов рейхсмарок К слову, главный пилот Auto Union Гантштук получал годовой гонорар в размере 80 тысяч рейхсмарок, плюс премиальный и командировочный А самый роскошный легковой автомобиль «Хорг» с индивидуальным кузовом обошелся бы заказчику примерно в 25 тысяч Государственные деньги были направлены на создание новых болидов По контракту с Auto Union Фердинанд Порше создал автомобиль с 16-цилиндровым двигателем мощностью 280 лошадиных сил Дальнейшей работы по гоночным болидам концерна взял на себя инженер Эберан фон Эберхорст За интригой, разворачивающейся в отношениях двух гоночных команд, затаив дыхание, следила вся Германия Более эффективные агитации и пропаганды трудно придумать К тому же фактор постоянного соперничества подталкивал инженеров к новым техническим решениям Пилот команды Mercedes-Benz Manfred von Brauchich вспоминал, как команды загораживали боксы брезентом, выставляли часовых и высылали на трассу разведчиков, чтобы понять, на какой передаче проходят повороты машины соперников Когда проводились тесты машин на трассе в Монце, миланский представитель Auto Union присоветовал руководителю команды Mercedes-Benz Альфреду Нойбауру, хорошего повара В его присутствии ничего не подозревавшие гонщики и техники обсуждали результаты дня Повар на поверку оказался искушенным знатоком автомобилей Так, после нескольких порций равиоли, в Цвикау выведали сильные и слабые стороны соперника из Штутгарта В команде Auto Union выступали маститые спортсмены Ганс Штук, Вильгельм Себастьян, позднее Бернт Роземайер Шеф мерседесовской конюшни Альфред Нойбауэр Безусловно, авторитет для всех в тогдашнем автоспорте говорил «Единственный недостаток Роземайера – то, что он не выступает за Mercedes-Benz» Роземайер имел за плечами опыт мотогонок Интересно, что Алгуст Хорьх выдвигал даже целую теорию, что именно из мотоциклистов получаются лучшие пилоты Гран-при Да, старик Хорьх на закате лет увлекся автомобильными гонками, перезнакомился со многими пилотами На Хорьха произвела неизгладимое впечатление победа Роземайера в 1937 году на Эйфельской гонке, проводившейся на знаменитой трассе Нюрбургринг Внезапно на трассу спустился туман, видимость снизилась до 100 метров Роземайер, шедший седьмым, в тумане обошел всех и победил Отважный, красивый, женатый на знаменитой летчице-рекордсменке Элли Байнхорн, Роземайер был настоящим примером для подражения Чем не приминула воспользоваться пропаганда В захватывающем противостоянии между серебряными стрелами Mercedes-Benz и серебряными рыбками Auto Union Безоглядной гонке за достижениями в череде громких чествований слагался миф Гонщиков уподобляли чуть ли не античным атлетам Похоже, они и сами начинали верить в безграничность своих возможностей Не стал исключением и Роземайер Как безжалостно наказывает судьба за это Жизнь Роземайера оборвалась трагично Дело происходило в январе 1938 года на автобане Франкфурт-Дармштадт Который из-за своей ровной конфигурации идеально подходил для установления рекордов скорости Такие недели скорости устраивались в Рейхе не первый год Приезжали команды Auto Union и Mercedes-Benz и поочередно отправляли по автобану свои новые болиды Низкая температура способствовала наполнению цилиндров большим количеством топлива Что повышало шансы на рекорд К тому времени, как пришел черед Роземайера, поднялся сильный боковой ветер Спортивный комиссар предложил гонщику дождаться, пока ветер стихнет Но Роземайер уже взведен как пружина Я только разок попробую, категорично настаивает он Болид стартовал в 11.47 Через минуту по телефону доложили, что Роземайер разбился На отметке 8,8 километров, возле деревни Мёрфельден, где в автобан упирается просека В его машину ударил сильный юго-западный ветер В этой ситуации даже человек с реакцией Роземайера был совершенно бессилен Болид развернула, как флюгер, подбросила, ударила об дорогу Раздался взрыв, кузов отлетел, а шасси еще раз перевернулось и упало на опушке леса примерно возле отметки 9,2 километра Роземайера выбросила из кокпита, и он лежал в лесу метрах в 50 от обломков машины Управлять болидом Auto Union было совсем непросто То, что силовой агрегат находился позади пилота, помогало нагружать ведущие колеса И напротив разгружало передние, управляемые Не забудьте, что в тесном кокпите приходилось вращать огромный, 40 сантиметров в диаметре руль, не имеющий усилителя Но такая компоновка, приверженцем которой выступал профессор Порше, наделяла болид повышенной чувствительностью к воздействию боковых сил Что и сыграло в судьбе Роземайера трагическую роль Чем же заправляли болиды Auto Union? Это была немыслимая микстура На треть состоящая из метанола, на треть из этилового спирта, на 20% из бензола, а также из тулуола, касторового масла, нитробензола, диэтилэфира и даже воды Бензина в этой смеси было всего 8% Все делалось для того, чтобы максимально повысить степень сжатия двигателя И таким образом выжать из него лишние лошадиные силы Октановое число смеси его топлива было беспрецедентно велико, свыше 100 единиц К слову, Auto Union с 6-литровым мотором пожирал 56 литров на каждые 100 километров гонки Безусловно, по тем временам эти машины представляли собой наивысшее достижение технической мысли И, конечно, создатели этих уникальных машин не могли предполагать, как сложится дальнейшая их судьба После войны уникальные гоночные Auto Union, 18 штук, попали в СССР Ни в Министерстве автомобильной промышленности, ни в научно-исследовательском институте НАМИ к ним не проявили интереса Понятно, что создать что-то похожее в обозримом будущем вряд ли удастся Да и нужно ли? Полстраны в развалинах, не до автоспорта И все же 9 июля 1948 года в Горьком, перед мотокроссом имени Чкалова, на одном из трофейных Auto Union, решили совершить показательный заезд Гонщик Соколов, заводской испытатель газа, разогнался до скорости по 300, а затем слишком резко затормозил Болид раскрутило волчком, и он смел нескольких зрителей, стоявших ближе других к обочине Погибло 18 человек Сам гонщик уцелел, болид улетел в пруд и увяз в Илье Интересно, что Соколова не наказали, посадили начальника оруд ГАИ После этого случая Сталин запретил использовать импортную технику на гонках Сложная немецкая техника явно не спешила даваться в руки советских инженеров Болиды Auto Union раскидали по заводским КБ, на ГАЗ, ЗИС и Харьков Их исследовали, разбирали, пробовали запускать, но быстро поломали и забросили Германские детали со спиленными напильниками-эмблемами прижились на кустарных поделках доморощенных советских спортсменов Впрочем, прославленный советский рекордсмен Валерий Никитин в Харькове построил несколько очень успешных рекордных автомобилей Поразительно напоминавших трофейный Auto Union со специальным для рекордов придуманным кузовом «Штромлиниен» Известно, что вместе с сотрудником Харьковского авиационного института Нойманом Никитин занимался исследованиями уменьшенных макетов немецких болидов в аэродинамической трубе Два болида Auto Union на основании записки директора московского автомобильного завода ЗИС Ивана Лихачева Передали из института на МИ экспериментальному цеху ЗИС Руководитель бюро спортивных автомобилей приказал одну машину разукомплектовать У нее был 16-цилиндровый двигатель Заводской гонщик Борис Курбатов вспоминал, что в какой кабинет не зайдешь Бумаги на столе вместо пресс-папье были прижаты полированными поршнями от этого мотора Красиво Вторую машину на ЗИСе решили погонять Залили авиационный высокооктановый бензин «Экстра» С трудом запустили мотор Даже после тщательной регулировки карбюратора он чихал и стрелял Из-за детонации не удавалось разогнаться более 120 км в час Кто знал, что топливом немцам служила особая смесь? Следы этих автомобилей и привели состоятельного американского туриста Пола Карасик в СССР Первым делом Карасик отправился в Ригу К Виктору Кулбергсу, спасшему 16-цилиндровый Бергваген Модель Auto Union тип CD Построенную в 1938 году специально для горных гонок Машина с разукомплектованным движком, без карбюратора и нагнетателя Ожидала разделки на лом во дворе завода «Зил» В апреле 1976 года рижанин Кулбергс заполучил ее чуть ли не за ящик водки Это, конечно, байка Кулбергсу, ученику известного советского специалиста Погоночным машинам профессора Вильгельма Бекмана Пришлось обивать высокие министерские пороги Чтобы получить визу самого замминистра автопромышленности СССР Башин Джагяна Разрешить вывоз Auto Union для рижского клуба старинных автомобилей В обычном гаражном кооперативе на окраине Риги Кулбергс почти полностью восстановил уникальную машину Не удалось только оживить движок Дело в том, что картеры двигателей и коробки были отлиты из электрона Видимо, немцы не до конца освоили технологию И внутри материала началась межкристаллическая коррозия Словом, их можно было проткнуть пальцем, как буханку хлеба Зато удалось удостовериться, что в руках оказалась действительно специальная горная модель Для каждого гонщика Auto Union по мерке изготавливалось индивидуальное кресло Когда с рижского болида свинтили кресло, на его обороте прочли надпись «Мюллер» Оставалось найти фотографии, на которых пилот Герман Мюллер штурмует знаменитый австрийский перевал Гросс-Глёпнер К уговорам заокеанского гостя Кулбергс оказался глух И когда в 1988 году в Риге открылся автомобильный музей К слову, первый на территории СССР Болид Auto Union стал его жемчужиной А в 1995 году машина неожиданно вернулась в Германию Взамен для рижского мотор-музея Кулбергс получил точную копию Построенную английской реставрационной мастерской «Кроссвейд энд Гарденер» Дальнейшие поиски привели Пола Карасика в Харьков к Валерию Никитину Врезались в память детали убогого быта Мешок картошки, запасенный на зиму Какие-то медали и грамоты на стенах Никитин пояснил гостю, что в Харьков попали два или три Auto Union В клуб трудовые резервы и в Харьковский автодорожный институт Причем один из них был распилен надвое для создания технического пособия А другой, похоже на этот раз, удача улыбнулась господину Карасику Никитин уступил почти комплектное шасси, двигатель, коробку передач, детали подвески второй машины Купить все это удалось через обналичку комиссионного магазина И вывезти, завалив таможнику кучу магазинных чеков Из деталей, вывезенных Полом Карасиком во время его рейдов по СССР Все та же реставрационная мастерская Crossuit & Gardiner воссоздала два Auto Union Послевоенная история гоночных Auto Union приняла и вовсе неожиданный поворот В советской оккупационной зоне Германии действовало совместное советско-германское акционерное общество Автовела Выпускавшее в частности автомобили ЭМВ на бывшем заводе БМВ в Айзенахе У Автовела было собственное КБ – Автомобильно-техническое бюро автостроения НТБА Туда набрали немецких конструкторов по той или иной причине не ушедших на запад К концу 1951 года бюро НТБА удалось построить два болида Их назвали «Сокол-650» Вероятно, в честь сталинских «Соколов», поскольку автоспорт в СССР курировал Василий Сталин Самый молодой авиационный генерал в стране, сын вождя народов На автобане «Близхемница» одна из машин в ходе испытаний показала скорость 180 км в час 8 апреля 1952 года гоночные автомобили загрузили в Ли-2 и доставили на Ходынское поле Машины закатили в ангар, где механики спортивной команды ВВС МВО Иван Колосков, Юрий Шукалов и Алексей Захаров принялись готовить их к показательным заездам Никак не удавалось справиться со смесеобразованием Шума от работы мотора было на всю Ходынку, толка никакого Сюрприз грозил сорваться Тогда болиды отвозят на дачу Василия Сталина, чтобы все спокойно отладить И тоже безрезультатно Делать нечего, Соколов возвращает в Германию на доработку И 30 июня 1952 года на автогонке на участке Минского шоссе под Москвой Стартует один из Соколов За рулем спортсмен-мотоциклист Николай Селиванов из команды ВВС МВО Увы, машина сходит с дистанции из-за неполадок в зажигании Сокол возвращают в Германию, теперь уже окончательно О Соколах больше никто не вспоминал Один из них впоследствии оказался в Дрезденском техническом музее Другой — в Мемориальном музее на трассе Доннингтон в Великобритании Традиции серебряных стрел компания «Ауди» продолжила, вернувшись в кольцевые гонки в наши дни Новым спортивным вектором компании становятся кольцевые 24-часовые соревнования Самым удачным, если воспользоваться терминологией «сомелье», стал для фирмы 2000-й год Пилоты четырех корец заняли весь подиум в Лемане Интересно, что инженеры некоторое время размышляли, каким должен быть кузов машины Родстером или купе Построили и такой, и такой Назвав прототипы R8R и R8C соответственно Но в гонку отправили открытый вариант После 77 стартов и 61 триумфа Из них пять на кольце Сарте в Лемане В 2006 году «Ауди» выставила на гонки в Леман Спорт-прототип R10 с 12-цилиндровым 650-сильным дизелем Большие гонки открывали дизельную эру Ведущему двигателисту «Ауди» «Шпорт» Ульриху Борецке Удалось добиться показателей тяговитости этого мотора Превосходивших прежнюю 610-сильную 3,6-литровую бензиновую «восьмерку» Победа дизельной «Ауди» в Лемане Как подтверждение ставки на дизель, которую делают сегодня европейцы Под командованием советского майора Саксонские города «Цвикау», где располагались заводы «Ауди» и «Хорх», «Цшопау», где выпускали мотоциклы «ДКВ» и «Зигмаршонау», где делали «Вандерер», а также единое конструкторское бюро концерна «Аутоюнион» в городе Хемниц стали советской собственностью Фактически заполучив в свои руки Саксонию СССР взял под контроль половину автомобильной и мотоциклетной индустрии Германии По приказу главнокомандующего группы советских войск в Германии и руководителя советской военной администрации в Германии SWAG маршала Жукова началась массовая передача частных компаний в собственность местных органов управления и вывоз ценного имущества с немецких предприятий в СССР Концерн «Аутоюнион», почти не пострадавший от бомбежек англо-американской авиации был лакомым объектом репарации Вспомним, что до недавнего времени Ковровский мотоциклетный завод использовал технологическое оборудование унаследованное от мотоциклетного завода ДКВ Немалая часть оборудования попала также на Ижевский мотоциклетный завод и другие предприятия СССР Демонтаж на заводе Хорх начался в августе 1945 года и продолжался до марта 1946 Новый директор завода Пауль Бимик рапортовал о вывозе 95% оборудования В этих условиях Хорх смог выпустить новую модель автомобиля И какую? Впрочем, обо всем по порядку Главным представителем от СВАК на заводе Хорх назначили майора автомобильных войск Александра Сиферьянца Это был незаурядный человек, обладавший природной смекалкой и твердым, порой даже жестким характером незаменимыми в то время качествами Они позволили ему соответствовать новой должности на которую обычно направляли офицеров званием не ниже полковника А советским генеральным директором знаменитого оптического завода ЦЕЙС Майор Сиферьянц быстро наладил отношения с сотрудниками завода Тут помогло и знание немецкого, которое он выучил самостоятельно за годы войны и налаживание горячего питания на заводе и дополнительные продовольственные пайки в которые добавлялся шпик, раздобытый по случаю в Польше Неизвестно, кто из бывших сотрудников Хорх показал майору заваленным мусором и покрытым слоем пыли прототип будущей серийной модели Хорх 930С Этот прототип построили к берлинскому автосалону 1939 года последней предвоенной выставки в Германии Обтекаемый кузов понтонной формы панорамное ветровое стекло раскладные передние сидения, превращающие салон в роскошный диван и даже рукомойник с холодной и горячей водой в правом переднем крыле Представляете, случается прокол Водитель меняет колесо, после чего моет руки горячей водой из системы охлаждения Чудо, а не автомобиль Майора не потребовалось уговаривать Он тотчас приказал построить по имевшемуся образцу партию автомобилей И в 1948 году приказ был выполнен По свидетельствам очевидцев, сделали 9 таких автомобилей Один поступил в распоряжение главы правительства Саксонии Другой получил новый главноначальствующий советской военной администрации в Германии Маршал Соколовский, сменивший на этом посту Жукова А на третьем майор стал ездить сам Невозбудимо объяснив это служебной необходимостью Однажды переодевшись в штатское, в своем хорхе, майор отправился в Берлин Тут мы немного отклонимся от основной сюжетной линии Майор Сефирьян съехал в Берлин на встречу с отцом, которого не видел с младенчества До Октябрьской революции 1917 года Арташес Минасович Сефирьян жил в Евпатории Когда большевики заняли Крым, Арташес Минасович находился за границей и не смог вернуться Семью разлучили А отец оказался в Париже, где стал, как и многие белые мигранты, таксистом Как им удалось разыскать друг друга спустя года? Встреча отца с сыном, как окажется, станет и последней За такое советского офицера могло ожидать суровое наказание Но майор Сефирьян не думает о последствиях Напротив, он пишет письмо верховному главнокомандующему товарищу Сталину С просьбой разрешить отцу вернуться на родину И 20 апреля 1948 года советского директора завода Хорьх майор Встреча отца Встреча отца Вот тут наше повествование вновь входит в русло истории компании Ауди Спустя примерно год после ареста Семья майора Сефирьянца получила весточку из лагеря Портрет майора, выполненный акварелью на грубой бумаге Под портретом стояла подпись по-немецки Юлиус Штюрмер Немецкий художник Зек писал портреты лагерных начальников А заодно так, чтобы не влетело И товарищи по несчастью Портреты заключенных не подписывал Опасался карцера Похоже, только майору Сефирьянцу удалось уговорить его расписаться Видимо, сыграло роль то, что они общались на немецком Спустя годы выяснилось, что Юлиус Штюрмер был одним из ведущих художников Auto Union До войны рисовал красочные рекламные плакаты знаменитых гоночных болидов концерна Уж за что художник оказался в солнечной Воркуте? Неизвестно Зато выяснилось, что он и понятия не имел, чей портрет тогда в лагере согласился подписать В лагере меньше болтаешь, дольше живешь То, что ему позировал советский директор завода Хорх Выяснилось спустя многие годы На юбилейной персональной выставке Юлиуса Штюрмера Организованной в музее Хорх Суровые сороковые сломали судьбы миллионов русских и немцев Многие из сотрудников концерна Auto Union Так и не смогли смириться с новыми условиями жизни в советском секторе Любыми способами они стремились перебраться на запад Где союзники обещали сохранить прежний уклад жизни Помогал им сынишка бывшего торгового представителя концерна Auto Union Эдгар Фридрих Ему удалось переправить в соседнюю Баварию, занятую американцами Около 600 квалифицированных работников саксонского концерна Однажды темной осенней ночью 1947 года Следом за своими единомышленниками отправился и престарелый основатель заводов Хорх и Ауди Август Хорх Переходили в районе деревень Гумпертсрейтель и Видесберг Там было местечко на полосе отчуждения, которое плохо просматривалось с пограничного поста Да и плотный туман выручил По прошествии лет трудно судить о мотивах поступков этих людей Почему Хорх решил перейти границу, а ведущий конструктор завода ДКВ Оскар Арльт остался в ГДР? Возможно, в чем-то выбор Хорха был верен Завод Хорх сначала переориентировали на производство грузовиков А в 1 мая 1958 года переименовали в народное предприятие автомобильный завод Заксеринг Последним легковым автомобилем, несшим на капоте эмблему Хорх, стала модель P-240 Выпускавшаяся с 1956 по 1959 год С использованием двигателей, подвески и других частей, поставляемых бывшим заводом BMW в городе Айзенах В итоге не сделали и полутора тысяч таких автомобилей Решив, видимо, не соперничать с поступавшей из СССР Волгой Так марка Хорх навсегда исчезла с лица земли Также руководство демократической Германии предпочло забыть о марке и автомобилях Audi Посчитав их слишком дорогими для простого народа В бывших цехах Audi в городе Цвикау стали выпускать машину IFA F8 Новинка представляла собой не что иное, как довоенную переднеприводную малолитражку DKV F8 Поскольку до войны завод Audi занимался сборкой переднеприводных DKV, дело решили возобновить Кузова из фанеры и кожзаменителя для машины поставлял кузовной завод Дрездена, бывшее кузовное ателье Glaser А моторы, как и прежде, приходили из Хемница До 1955 года бывший завод Audi в ГДР выпустил свыше 26 тысяч таких малолитражек В 1948 году завод освоил новую модель И она тоже представляла собой довоенную разработку Оскара Арльта — F9 До войны успели выпустить только партию из десяти образцов На одном из них члены Совета директоров концерна AutoUnion сбежали в западную зону И теперь эту машину красного цвета можно увидеть в фирменном музее Audi в Ингольштадте У DKV F9 изящный аэродинамически выверенный кузов без подножек и отдельных крыльев Это была работа Альберта Локке, главного дизайнера Объединенного конструкторского бюро AutoUnion в Хемнице Локке также был и автором внешности того самого аэродинамического Хорьк 930С Который майор Сиферьянс построил для высшего руководства советской оккупационной зоны И на форму обеих машин в Третьем Рейхе инженеру Локке выдали патент Но кто соблюдал правовые тонкости в послевоенное время? И тем более не вдавалось новое руководство ГДР в вопросы правообладания Когда в 1953 году выпуск Ифа F9 передали из Цвикау на бывший завод BMW в город Айзенах Бывшему же предприятию Audi была уготована иная судьба Ему предстояло освоить производство знаменитых малолитражек Трабант с пластмассовым кузовом А Оскару Арльту прославит состав у истоков их создания Собственные непосредственные авторы Трабант Вальтер Хаустайн и Вильгельм Орд были старыми опытными сотрудниками концерна AutoUnion Возрождение марки Audi Мог ли инженер Оскар Арльт предполагать, что разработанная им перед войной переднеприводная модель ДКВ F9 Станет аргументом в заочном споре об эффективности социалистической и капиталистической экономик В конце 40-х годов ситуация поразительно напоминала ту, что сложилось летом 1909 года Когда Аугуст Хорх и его единомышленники, отлученные от собственного автозавода, создали компанию Audi Только на этот раз интеллектуальные силы бывшего концерна AutoUnion, преодолев пограничные кордоны советских войск, накапливались в городе Ингольштадт в американской оккупационной зоне В 1947 году перебежчики решили возродить концерн AutoUnion За стрельщиком нового дела выступал доктор Карл Хан, сохранивший бойцовский задор еще с Первой мировой войны, когда служил в австро-венгерской армии В 20-е годы молодой Хан стал, по сути, правой рукой Йорге Скафта Расмуссена и помогал тому расширять дело ДКВ Предприимчивости Хана, казалось, не было предела Именно ему марка ДКВ обязана многими громкими рекламными слоганами Такими как «Das klein'e wunder» — «маленькое чудо» Как не вспомнить, что в нашей стране острословы всячески изгалялись над этой аббревиатурой И дурак кто выбрал, и дерево-клей-вода В память о фанерно-лидериновом кузове этих малолитражек И вот Ханну удалось в разрушенной поверженной стране отыскать инвестора Это был барон Карл фон Оппенхайм, который согласился судить новоявленным автомобилестроителям миллион с лишним Deutschmark Под этот кредит следом удалось получить кредит Баварского земельного банка И дело завертелось Концерн AutoUnion был возрожден 3 сентября 1949 года Первыми руководителями AutoUnion ГМБХ стали доктор Рихард Брюн и Карл Хан Поначалу производственная программа предприятия включала в себя две модели Переднеприводный развозной фургон Шнель Ластер и 125-кубовый мотоцикл РТ-125 Его прямой аналог Макака М1 выпускался в Москве, Минске и Коврове Пусть мотоциклы и не совсем наша тема Этот экземпляр заслуживает внимания, поскольку где его только не выпускали и в Польше, и в Японии РТ даже стала первой двухтактной моделью легендарной фирмы Харли Дэвидсон Пока в Ингольдштадте не выросли цеха нового современного завода Местом для производства первых послевоенных ДКВ определили зернохранилище старой городской крепости Говорить о каких-либо серьезных объемах выпуска при таких условиях было просто смешно И тогда, подкопив деньжат, в марте 1950 года концерн арендует у фирмы Рейн Металл Борзик один из ее заводов в Дюссельдорфе Эта сделка сроком на 25 лет помогла привлечь крупный кредит теперь уже у главного банка Северный Рейн Вестфалия и муниципалитета Дюссельдорфа Концерн сразу начал расширяться Создаются филиалы в Берлине, Франкфурте, Номайне, Ганновере, Мюнхене, Нюрнберге Кредиты под новые направления сыплются как из рога изобилия Но и прибыли пока нет В большинстве случаев дело приходится начинать с расчистки завалов В 1950 году в Дюссельдорфе наконец вновь запустили производство легковых машин ДКВ Причем первая модель, названная F-89, представляла собой шасси предвоенной F-8, накрытое кузовом от F-9 Выпускают пока немного Восточные немцы делают едва ли не больше Впрочем, в Западной Германии дело еще только набирало силу Правда возникает вопрос, почему же идейные наследники старого предприятия сразу же не попытались возродить ни марку Ауди, ни Вандерер, ни Хорх? Увы, маркетинговые технологии в те дни еще не достигли сегодняшнего размаха И доктором Ханом с партнерами двигала очевидная логика предпринимателей Раз возрождаем модель ДКВ, так ее и называем 3 февраля 1951 года, печальная дата в истории Ауди В возрасте 83 лет умер основатель фирмы Аугуст Хорх Ситуация, когда в западной и восточной частях Германии выпускалась практически одна и та же модель автомобиля, явно была патовой Если через Международный суд еще удавалось принудить восточных немцев изменить имя компании Так поступила БМВ, заставив свое бывшее предприятие в ГДР использовать торговую марку ЕМВ и другую эмблему То как быть с техническим наследием? Ничего, кроме старого трехцилиндрового двухтактного двигателя, не было в багаже ДКВ по обе стороны колючей проволоки Поэтому в 1953 году Auto Union выпустил модель F91 с таким мотором в точности, как у ГДРовской ИФА-F9 Эту машину стали еще называть 3 равняется 6, намекая, что три цилиндра двухтактного мотора за единицу времени выполняют ту же работу, что 6 у четырехтактного Но даже этот хитрый рекламный ход, опять, кстати, изобретенный ловким доктором Ханом, не позволял этой модели претендовать на гордое имя Ауди Несмотря на меры, предпринятые федеральным правительством Конорда Аденауэра и затем Людвига Эрхарда Положение в автомобильной индустрии ФРГ продолжало оставаться непростым из-за низкой платежеспособности населения И потому Auto Union держался за свою модель 3 равняется 6 с примитивным термосифонным водяным охлаждением Тремя катушками зажигания вместо прерывателя распределителя, подачей топлива вакуумным бензонасосом Обгонные муфты в ведущих колесах хоть как-то компенсировали прожорливость мотора Машина оставляла за собой сизый шлейф Результат сгорания бензомасляной смеси Shell, рекомендованной в качестве топлива Двигатель можно запускать даже в самый лютый мороз, гласила реклама Без боязни оставить задиры, поскольку в нем всегда присутствует масло С большим трудом инженеры победили наследие 30-х годов Рукоятку переключения передач, торчавшую из приборной панели и заслужившую прозвище «кочерга» Над таким автомобилем можно было только смеяться, но вот парадокс Героем анекдотов почему-то становился гораздо более прогрессивный в техническом и эстетическом плане Хотя тоже все еще двухтактный Трабант Время выступило в этом споре безжалостном рефере Пусть ФРГ история двухтактных ДКВ закончилась только в 1968 году Когда в Ингольштадте сойдет с конвейера последний армейский вездеход Мунго Многофункциональный универсальный внедорожный автомобиль с приводом на все колеса В Германской же Демократической Республике двухтактная эпопея завершится только с падением Берлинской стены С технической стороны рождение Ауди это прежде всего появление первой в послевоенной истории концерна Auto Union модели с четырехтактным двигателем Это принципиальный поворотный момент в летописи предприятия Концепцию такой модели заложил еще профессор Эберан фон Эберхорст и бывший инженер Хорхед Цербст Однако путь к намеченной метрами цели оказался долгим и извилистым В 1958 году швабский концерн Daimler Benz AG приобрел 88% акций баварского Auto Union Одним из первых решений новых хозяев стало полное прекращение производства мотоциклов Это позволило сконцентрировать усилия на создании новых моделей автомобилей Архаичный дизайн, корнями уходящий в довоенные годы, в конце 50-х прощали разве только что Volkswagen'у Сотнями эскизов, главный конструктор Daimler Benz AG профессор Фридс Наллингер оценил этот труд как недостаточно позитивный Творческую команду инженеров и дизайнеров было решено усилить кадрами Mercedes-Benz Свои предложения по внешнему виду новой модели выносит даже ведущий дизайнер Mercedes-Benz Поль Брак В этот момент даже модельщиков приглашали в Ингольштадт из Штутгарта Один из натурных макетов будущей новинки рождался прямо в Штутгарте И поэтому носил служебный код принятый для легковых Mercedes-Benz V118 Непосвященные сотрудники штутгартской фирмы, оказавшиеся в макетном зале конструкторского бюро Mercedes-Benz С недоумением взирали на огромные четыре кольца на радиаторной решетке На первый план выходит фигура Людвига Крауса В прошлом конструктора авиамоторов и главы отдела проектирования гоночных автомобилей Mercedes-Benz В октябре 1963 года Крауса назначают главным конструктором Auto Union Он так и осядет в Ингольштадте, даже когда осенью 1964 года Auto Union вновь сменит собственника В результате многоэтапной сделки, растянувшейся на несколько месяцев, новым владельцем станет фирма Volkswagen Смена собственника всегда влечет за собой большие перемены Тем более, что интерес покупателей к двухтактной машине постепенно охладевал И пришлось даже перевезти в Ингольштадт, вот интересный момент, выпуск знаменитого «Жука» Чтобы полностью загрузить производственные мощности К тому времени новинка DKW F102 уже поступила в продажу Ее приняли неоднозначно В прессе словно сама собой разгорелась дискуссия о новом названии И, конечно, ставился вопрос, почему при таком современном дизайне сохранен архаичный двухтактный двигатель Да, теперь лицензию на производство четырехтактных двигателей у Daimler Benz AG приходилось выкупать Однако Людвиг Краус настойчиво отстаивал стратегическое направление на четырехтактную машину Этот незаурядный инженер оказался причастен и к возрождению торговой марки Audi Руководство Auto Union заказало швейцарскому агентству ГГК анализ восприятия имиджа автомобиля и марки Audi или Hork? Последовал категоричный вывод Выбор пал на Audi Но как же быть с дизайном? Не переделать же его полностью И тут широкий жест сделал дизайнер Поль Брак Он буквально парой розчерков пририсовал кузову новую облицовку Брак был большой мастер на такие дела Прежде с Mercedes-Benz, а позднее с продукцией BMW и Peugeot Он повторит это Это совершенно особый дар придавать автомобилям выразительный облик То, что сегодня назвали бы рестайлингом и ребрендингом решительно переменило судьбу завода Его продукция получила запоминающееся лицо И сам он обрел мощный исторический фундамент, на который опирается вот уже сто лет Удивительным образом духу возрожденной Audi отвечали выпускавшиеся в городе Некарсульм машины NSU В августе 1969 года NSU, одна из старейших германских фирм, тоже стала частью Auto Union GmbH Концерн стал называться Audi NSU Auto Union В 60-е годы обликом автомобилей NSU занимался талантливый дизайнер Клаус Лютте Также тесная история NSU связана с другим господином, доктором Феликсом Ванкелем Результатом, если можно так сказать, их творческого союза стал потрясающий автомобиль NSU RO80 Седан среднего класса со смелым дизайном и мощным роторно-поршневым двигателем Мотор выдавал впечатляющие для своего времени 115 лошадиных сил Представленная на автосалоне во Франкфурте осенью 1967 года NSU RO80 Завоевала титул европейского автомобиля 1968 года Конкурс, ставший сегодня очень престижным, тогда проводился всего лишь в пятый раз Придет время, и титул автомобиль года достанется марке Audi Это будет модель 80 1973 года Автомобилем 1983 года признают Audi 100 Победы Audi Quattro Смелые проекты осуществляются решительными людьми Эта формула справедливая во все времена Таким, безусловно, и является инженер-шассист Йорк Бенцингер Он поступил на Audi в 1971 году, имея за плечами опыт работы в Porsche, BMW, Mercedes-Benz То есть как нельзя лучше представлял потенциал соперников На Audi Бенцингер проектировал армейский вездеход Volkswagen Iltis Его Audi должна была выпускать на своем заводе в Ингольштадте Можно даже считать германский Bundeswehr причастным к рождению Quattro Поскольку долю проектных работ по созданию прототипов полноприводного спортивного купе в Audi Оплатили из денег военных В феврале 1977 года инженера Бенцингера посетила мысль расширить возможности серийного купе Audi Установкой привода на все колеса по типу Iltis Задача состояла в том, чтобы максимально использовать в будущем спортивного купе детали серийных машин Плюс привод от Iltis Первый прототип, замаскированный под обычный Audi седан 80 На летней резине зимой преодолел крутой перевал Турахер, близ Зальцбурга У Iltis был подключаемый жестко привод задних колес Без межосевого дифференциала Прототип также его не имел В принципе, всегда так бывает Инженеры увлекутся делом и выйдут за рамки, оговоренные бюджетом темы Автомобиль был готов почти наполовину Но предстояло доказать руководству и в первую очередь Фердинанду Пьеху, что тему стоит развивать Для этого требовались весомые аргументы Пьех был очень амбициозен Метил в совет директоров компании, и ошибаться ему было не с руки Пьех в итоге прославился как отец Quattro Хотя вся его заслуга заключалась в том, чтобы протолкнуть проект в совете директоров К использованию межосевого дифференциала подтолкнул случай Жена одного из создателей машин, известного профессора Эрнста Фиала Как-то выводила портотип из подземного гаража с свинтовой рампой И потом выложила инженерам все, что думает о портотипе Конечно, нелегко крутить рулем на асфальте, когда у тебя заблокирован привод Решено! Машина должна получить постоянный привод на все колеса с межосевым дифференциалом Но как технически воплотить задуманное? В конструкторских бюро заведено для обсуждения проектов Время от времени приглашать стариков Мудрый ветеран всегда охладит пыл инженера Сказав ему, что где за 30 лет до него с подобной бредовой идеей уже носились и ничего не вышло Или в свою очередь предложит проверенное решение, применявшееся в старые добрые времена На этом, собственно, и зиждется конструкторская школа И вот один из стариков-трансмиссионщиков, который к тому времени уже на пенсии был лет 7 или 8 Выдвинул идею полого вала в трансмиссии, внутри которого можно пропустить другой вал В результате получилась очень компактная конструкция Центральный дифференциал распределял момент между колесами поровну Как тогда казалось, решение на все времена Идея заключалась в том, чтобы полный привод доставлял удовольствие опытному водителю И не затруднял управление водителю малоопытному Чтобы в обычных условиях машина всегда испытывала легкую недостаточную поворачиваемость Главный дизайнер Ауди Хартмут Варкус поручил своим сотрудникам построить 7 разных макетов Отражающих своей формой главное качество новинки Способность, как никакая другая машина, цепляться за дорогу Но как назвать новый автомобиль? Между собой в Ауди инженеры оперировали словом «квадро» Которое в мягком мюнхенском диалекте чаще звучало как «квадро» Но тут про проект прознали «Фольксваген» и стали навязывать звучное имя «карат» Это была аббревиатура от «Купе Альрат Антриеп Турбо» Полноприводное купе Турбо Саксонская инициатива пришлась баварцам не по вкусу И ведущий проекта машины Вальтер Трезер принес на одно из совещаний дешевый одеколон «карат» Вы хотите, чтобы наша новинка называлась как то, что стоит у немецких домохозяек на туалетном столике? Вопрос решился в пользу «квадро» Дебют купе «Ауди Кватро» состоялся на Женевском международном автомобильном салоне во вторник 4 марта 1980 года Впоследствии эту самую раннюю версию машины назовут «Ур Кватро» Про всех «квадро» или истинный «кватро» «Ур» еще и потому, что машины первых партий отличались высоким качеством сборки Их собирали на стапелях практически вручную в боковом пролете одного из цехов на заводе в Ингольштадте 22 рабочих, 13 машин в день За первую зиму дилер «Ауди» на горном швейцарском курорте «Сент-Морец» продал 50 «Ауди Кватро» Среди тех, кто первым разглядел и оценил достоинство машины, стали знаменитый дирижер Герберт фон Караян Не только большой знаток автомобилей со стажем, но и прежде всего обладатель виллы в горах Фотограф Ганс Лемон, специализация которого – шпионские снимки будущих серийных автомобилей Король Испании Хуан Карлс II и даже Агга Хан Интересно, что и в Великобританию поначалу продавались леворульные машины Поскольку версию с правым рулем начали выпускать только в октябре 1982 года Впереди машину ждала спортивная карьера, яркая и, увы, короткая Победа в 23 этапах мирового чемпионата по ралли Именно на «Ауди Кватро» ехал самый результативный женский экипаж в истории автомобильного спорта Мишель Мутон, Фабриция Понс Обожающая рок-н-ролл и теннис, черный вулкан Мутон гоняться начала поздно, уже учась в университете Отец подарил ей спортивный Рено Альпин В 1981 году на ралли Сан-Рема Мишель Мутон и ее бессменный штурман Фабриция Понс Впервые в раллийной истории победили в абсолютном зачете О них заговорили как о серьезной силе Хотя этой победы могло и не быть Тогда между ободом колеса и тормозным диском и «Хауди» попал камень Срезало суппорт, заблокировало колесо, вырвало шрус Однако заводским механикам потребовалось всего 2,5 минуты, чтобы поставить новое колесо, привод и тормоз И вот сезон 1982 года Берег слоновой кости, ралли Мальбора Экипаж Мутон Понс в шаге от чемпионского титула Только бы достать Вальтера Рерля на Опеле Незадолго до старта у Мутон умирает отец, с которым она была очень близка Эту историю затем интерпретировали по-разному Нашему слушателю мы предлагаем наиболее спорную, но вместе с тем и драматическую версию Согласно нее, в команде о смерти молчали, чтобы не сбивать настрой Мутон на победу И тут проговорился Вальтер Рерль На этапе машина Мутон сошла А Рерль первый в истории мирового чемпионата оформил чемпионский дубль Впрочем, повторим, это только версия Сама Мутон в интервью всегда тепло отзывала Сарерли Которая, кстати, сам поехала с заводскую команду Ауди в сезоне 1985 года Скватро, подготовленным по требованию группы 4 В 1982 году компания Ауди завоевывает звание чемпиона мира в зачете производителей В 1983, когда Федерация автоспорта ввела требования группы B Пилот Ханну Микола стал чемпионом мира в ралли в личном зачете за рулем Ауди Спорт Кватро Группа B должна была оживить интерес публики к ралли на фоне растущей популярности к Формуле 1 Новые требования в буквальном смысле подталкивали производителей к созданию настоящих раллийных монстров Тем более, что для амалагации требовалось построить всего 200 машин И инженеры Ауди строят Спорт Кватро Из середины стандартного кузова вырезали 32 сантиметра, чтобы было компактнее, маневреннее и легче Интересно, что общая длина машины при этом сокращалась только на 24 сантиметра Потому что приходилось одновременно удлинять передок, чтобы влез интеркулер Каждая такая раллийная машина обходилась заводу более чем в 200 тысяч марок Что-то порядка сегодняшних 100 тысяч евро Крышу, крылья, бамперы, спойлеры из кевларового композита делал кузовной завод Баур Капот стеклопластик, багажник кевлар Из металла только двери Наклон лобового стекла на 2 градуса меньше, чем у серийной машины, чтобы не бликовало Под капотом 5 цилиндров в ряд Два верхних распределительных вала, 20 клапанов За создание мотора стоял доктор Фритц Индра Незадолго до этого переманенный из известной тюнинговой лаборатории Альпина Мощность 306 лошадиных сил обеспечивалась благодаря турбонаддуву И, как в таких случаях говорят, висела на кончике иглы Электронное управление впрыском, в то время еще редкость Разгон 4,9 секунды до сотни Максимальная скорость 248 км в час Сегодня не впечатляет, но тогда это было нечто То есть спорткватро была мощнее Порше 911 Турбо И быстрее Ламборгини Каунтач Интересно, что центральный дифференциал распределял крутящий момент между осями Не в пропорции 50 на 50, как в обычных квадро А в отношении 25% на переднюю ось и 75% на заднюю Сделав автомобиль слабым на передок Инженеры компенсировали недостаточную поворачиваемость Свойственную всем Ауди и вызванную особенностями компоновки Когда двигатель располагается спереди продольно Тормоза, да их позаимствовали у гоночного Порше 917 Дважды побеждавшего в 24 часах Лемана Построили 220 коротких спорткватро Интересно, что и сегодня, спустя годы Находятся желающие заполучить такую машину Для чего они разыскивают стандартное купе и идут к специалистам Те форсируют мотор, зажимают подвеску, укорачивают кузов Причем даже больше, чем прежде Получается спортивный снаряд, способный на многое даже сегодня В сезоне 1984 года Стик Бломквист на 400-сильной версии Quattro BA2 Выиграл и чемпионат марок, и личный чемпионат Поскольку среднемоторные соперники доказали свои преимущества То для улучшения развесовки радиаторы у следующей версии S1 Решили переместить в корму кузова И еще Машине поставили центральный дифференциал Торсон А это механизм довольно чувствительный к передаче больших крутящих моментов и к пиковым нагрузкам Проектировался столь необычный автомобиль под руководством Роланда Гумперта В те годы главного спортивного конструктора Ауди И Ханну Микола, и Стик Бломквист с энтузиазмом восприняли новинку Стартовавшую на ралли «Тысяча озер» в сезоне 1985 года Хотя явных успехов не было Только Рерль выиграл ралли Сан Рэма Затем руководство охладело к ралли и в 1986 году заводская команда проехала только полсезона Наступил черед подъемов на гору Пайкспик в Америке Где еще Мишель Мутон и Вальтер Рерль сказали свое слово К слову, пайкспиковая Ауди спорткватра S1 заводской подготовки при мощности 700 лошадиных сил До сотни разгонялась менее чем за 3 секунды Такие автомобили сегодня являются заманчивым приобретением для коллекционеров Среднемоторная Ауди спорткватра S1 Жемчужна коллекции барабанщика группы Pink Floyd Ника Мейсона Он страстный собиратель и даже записал пластинку со звуками разных машин По результатам гонок стремительно совершенствовали серийную машину Интересная деталь В начале 80-х на волне использования в гоночных машинах цифровых технологий На Quattro установили дигитальный приборный щиток Но из-за германского законодательства вынуждены были оставить счетчик пробега аналоговым С механическим приводом от тросика В то же время на машине появился модный трип-компьютер И даже собирались установить голосовой сигнализатор о неприятностях На основе карты памяти емкостью 128 мегабайт Женским голосом компьютер извещал, например, о необходимости дозаправиться По легенде, могущественный босс Фердинанд Пьях Высказался в том духе, что дев во время езды надо ехать А женщин слушать на вечеринке От говорящей приборной панели тотчас отказались Знаменитый Торсен – это тоже отголосок спортивных баталий Напрасно кое-кто думает, что это фамилия шведского изобретателя этого устройства Название червячного дифференциала повышенного трения происходит от английского Torsion Sensing – чувствительный к скручиванию Это устройство разработала американская фирма Gleason Первые Audi Quattro с Торсеном поступили в продажу в конце 1987 года Проект Quattro занимает в истории Audi особое место Треть современных автомобилей Audi выпускаются с полным приводом Quattro ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин